СМАРТ ПЛЮС Всем привет! Предлагаю чуть-чуть отдохнуть от смартфонов и глянем, что еще интересного можно купить в Китае. Поговорим о недорогой колонке от Xiaomi под названием Squire Box 2, а также хорошенько протестируем ее звук. Постараюсь сделать это максимально качественно с минимальным искажением звука, чтобы вы оценили приблизительное ее звучание. Так как я не нашел в интернете качественной записи звука этой колонки. Обычно это делают через микрофон телефона, камеры или зума с компрессором, что сильно искажает звук. Мы же запишем чистый звук без компрессоров и обработок на хороший конденсаторный микрофон и хорошую звуковую карту. И бегло сравним тот самый звук с еще одной колоночкой из Китая под названием Blitzwolf, которую любезно предоставил для сравнения мой друг. Она водонепроницаема и ударопрочная, что проверять с чужой колонкой я конечно не буду, просто сравним звук. К слову она больше и динамики уже по 5 ватт. Ссылочки где покупали составлю для желающих в описании. В комплектации мы имеем саму колонку и мануал. Колонка передает звук по Bluetooth 4.2, что на сегодня неплохое и энергоэффективное решение. Также ее можно подключить через AUX кабель к любому подходящему устройству. Основание корпуса из алюминия. Спереди решетка выполнена из пластика. Сзади также матовый пластик. Сверху клавиши выполнены из алюминия. На нижней части ножки из резиновых полос для того, чтобы колонка не скользила по поверхности, когда вы на всю громкость включаете трек. На задней панели мы видим два входа. Один для зарядки через microUSB, ну и AUX выход для подключения к другим устройствам. Общая мощность колонки составляет 5 ватт. Имеем два динамика по 2,5 ватта и низкочастотный драйвер по центру. Это все обладает стереоэффектом. Аккумулятор обладает емкостью 1200 мАч. Заряжается при 5 вольтах 1 ампере. Данную колонку также можно использовать для разговоров. В нее вмонтирован микрофон. Дальность подключения до 10 метров. Автономность колонки тоже радует. Это примерно 10 часов работы. Колоночка звучит достаточно громко, чтобы озвучить небольшую комнату. Также хорошо вписывается в интерьер. Имеет приятный и минималистичный внешний вид. Кстати, если в вашем авто накрылась акустика, эта колонка может стать хорошей альтернативой. Размеры тоже имеет небольшие. Ее легко можно брать с собой куда угодно. Места она много не займет. Конечно, если вы не носите, ускочи. Почастотно она не будет выдавать такой спектр, который могут выдать обычные колонки. У нее элементарно нет пространства в корпусе, чтобы срезонировать очень глубокие низкие частоты. Но меня удивило, что столь небольшое устройство может так басить. Почти с подпрыгиванием на столе. А на максимальной громкости хрипов не было услышано. Ну что же, приступим к тесту. Надеюсь, YouTube не удалит звук из видео или этот ролик за нарушение авторских прав. Для этого я тестировал на перемотке, чтобы показать звук, а не сами песни. Слушаем сначала Xiaomi, потом Blitzwolf, а потом поочередно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Также Xiaomi выдает чуть больше средних частот В общем, обе колоночки понравились и я рекомендую их к покупке Ссылки и лучшие цены в описании, а с кэшбэком будет еще чуть дешевле, тоже оставлю ссылочку С вами был Смарт Плюс, подписывайтесь на канал и всем удачи и пока друзья!